Всем привет! Я наконец-то добралась до Дубая. Мы были в дороге больше 24 часов, потому что прямых рейсов из Омска в Дубай нет, и мы поехали на поезде до Екатеринбурга. Ехали мы в 12 часов, потом была достаточно длительная пересадка на самолёт. 9 часов. 9 часов мы ждали, понятное дело, мы за это время перебрались с вокзала в аэропорт. Сумка больше, чем кинет, а тут чисто мои вещи. Терминал Б международный, давно я тут не была. Я себя не снимаю, потому что не лежу крайне плохо. Зато весь полёт прошёл очень хорошо. Я отслеживала, как мы летим, нас покормили. Кормили вкусно, потом ждали чай или кофе, и вот мы приземлились в Дубая. Но сейчас всё замечательно, всё хорошо, мы заселились. Мы прилетели в 7 утра, а в отеле были мы уже 8.30, а заселение в 2. Но нас заселили сразу же. Номер такой немного странный, он очень большой, как будто бы очень старый, но переделанный. Ну так, пойдёт. Балкона нет, вид на другие дома. Но мы приехали не в номер и сидеть, знаете. Хочу сделать этот блог таким познавательным. Я люблю смотреть видео с путешествий, когда люди рассказывают что-то полезное, что пригодится тем людям, которые в дальнейшем поедут в это же место. Пока что ничего не могу сказать, потому что у нас был трансфер от нашей туристической компании, но сейчас мы уже начнём всё делать сами. Мы будем обменивать деньги, покупать карточки проездные. Самое интересное, наверное, будут цены. У нас в отеле включён только завтрак, и всё остальное мы будем покупать сами. Живём мы не в самом Дубае, а в соседнем номерате, в Шадже. Поэтому будем ездить на общественном транспорте в Дубае или на такси. И ещё отель предлагает трансфер до какого-то мола Дубая, не самого знаменитого. Мама тут разложила уже свои вещи. Вот так немного покажу. Такая вот у нас спальня. Вот здесь вторая комната. Тут уже Кирилл. И идёт тенты. Здесь у нас туалет и кухня. Есть ещё очень странная вещь. Мы думали, это балкон. А это дом для голубей. Ещё здесь есть кухня, но я думаю, мы вряд ли будем здесь что-то делать. От отеля они предлагают две бутылки воды. Тут какой-то кофеёчек, сахар, чай. Вот так. Пошли в меню деньги. Возникает вопрос. Все говорили, что в Дубае холодно. Ну и прогноз погоды показывает 27 градусов. Пекло. Жара ужасная. Но, видимо, да, привычно, что в Арабских Эмиратах плюс 50. Поэтому плюс 25. Это холл. Вот это вот наш отельчик. Бустеров. Вот это рядышком. Такая красотень. Миссия поменять деньги провалена, потому что обязательно нужен паспорт, который мы не взяли. Я бегу в отель. У нас сегодня вообще какой-то бешеный план, потому что, сами того не знаем, мы записали сегодня на трансфер до Дубая, который в 4 часа. То есть всегда у отеля есть трансфер в 2.30, и мы на него не успевали. А вдруг сегодня появился на 4, и так удачно, когда мы решили записаться, чтобы сразу, с лёта, сходу поехать в Дубай. Капец, школьный автобус. В Дубае очень жёсткое движение. Очень мало пешеходных переходов. Приходится перебегать дорогу, потому что других вариантов нет. Страшно. Очень большая проблема, что широкая дорога и светофор есть только в одном месте. То есть вот везде, вот здесь, вот и до конца нет ни одного светофора. Можно перейти дорогу только там. И тут перебежать никак, потому что забор. Мы сходили в спермаркет и обменяли деньги. Кажется, что не дорого, но когда складывается всё вместе, ты выходишь из магазина и потратила 1500 рублей, а после этого ничего не купила. Ну вот, например, такой бутылочек клубники, тут ещё побольше было, стоит 120 рублей. Это абсолютно нормально, но она не очень вкусная. Кусок у такого арбуза тоже там рублей 100, даже меньше 100 рублей. Но фрукты всё равно, конечно же, это не здешние фрукты, поэтому они не очень вкусные. Но прикольные штучки, всякие такие киткат с малиной или что-то подобное. Это очень интересно, но не на каждый день. Попробовать и всё. Я не знаю, правда, мы пошли в первый покупавшийся магазин, где был именно обменник, и там был супермаркет. Поэтому мы зашли именно туда. Возможно, есть другие супермаркеты, где вкусные фрукты, где, возможно, дешевле, чтобы даже интереснее. Не знаю, мы несколько часов там приздить, поэтому не так. Вот такой вот у нас отель. Космический. Нас на трансфере от отеля отвезли до какого-то торгового центра. Просто как-то отправная точка до отеля покупаем. Ручки, я плачу. Нателла с изображениями арабских именатов. Эршка, куландир, господи. Мы купили проездные карты, ноу, серебряные. Отдали за ними 25 дирхам, но 19 дирхам остается на балансе. То есть сама карта стоит 6 дирхам. И проезд до Бурж-Халифа стоит 5 дирхам на человека в одну сторону. Сейчас выглядит моя реакция на Бурж-Халиф. Восторг, восторг. Я пока ехала на метро, я там уже вся усталость. Извините, пожалуйста. Что? Вау! Стемнело, мы не успели толком нормально пофотографироваться, потому что у меня уже телефончик. Качество в темноте не позволяет. Качество ужасное становится. Но мы приедем. Другой день еще. Мы приехали из Дубара. И мы ехали на автобусе. И мы вообще ничего не поняли. Сколько, что стоит. А еще мы стояли в очереди, в которой было 100 человек. И все эти 100 человек целесно в один автобусе. Мы стояли вот 20. И не поняли, сколько стоит проезд. Вот мы зашли, пикнули карту и все. Как вы думаете? Ну, ем-е-е. Я пока ходила разбираться, что они опоздали на 10 минут. Они пришли, поздравили маму, когда я уходила. Откатывала свечка. Свечечка. Приехали на пляж. Трансфер ходит с 8 до 9. А потом он с 12 лет. В принципе, эта часть на море. Это вообще отлично. Но пляж находится очень далеко от отеля. Но зато тут все очень аккуратненько и красивенько. Ну, вода прохладненькая. Может быть, еще то, что время ранее. Это пляж вот этого отеля, Рэдисон. Но этот отель не рабочий, поэтому сюда возят нас. И, в принципе, очень мало людей купается, потому что, правда, холодно. У меня брат искупался, он очень сильно заменился. И я на поисках прикольных ракушек. Сегодня наш второй день. Мам с ним рождения. Мы приедем на Марину. Нам ехать только два часа. Потом попозже подробнее расскажу о том, как мы добираемся до Дубая. Так, мы живем в Шарджи. И чтобы отсюда добраться до Дубая, нам нужно сесть на автобус. Доехать до торгового центра. Называется Лундаира. Что-то такое. И там уже на метро. Проезд из нашего городка в Дубайсов 10 в Дирхам. По карте Нол, которую мы купили в метро. И там ее тоже нужно пополнять. Проезд на метро от трех до семи с половиной, в зависимости от дома. Такие вот они у меня голубенькие. Я сегодня набежала. Минут пять нам идти от отеля до остановки. Вот. Ой, тут такие автобусы. Они двухэтажные. Но на втором этаже можно ездить только мужчинам. Обидно, конечно. Мы все-таки сели на второй этаж в автобусе. Очень пустой. Вчера мы ехали вечером. И вон было абсолютно пустос битком пол. Капец, это школа. И только для мальчика. Очень тепло монтироваться по пространству без интернета. И у меня автомастерски это получалось. Правда, я не знаю, как так. Тут, может быть, просто все понятно, все показано. Но, правда, очень легко найти метро. Очень легко понять, куда идти по тропу. Слушай, все супер. Я не знаю, что в этой тропе я звоню. И вот просто вот так вот стою. Господи. Слушай, the next station is Business Bay. А на YouTube у вас можно выкладывать? Угу. А мне все равно. Кирилл отказывается сфотографироваться. Говорит, что его нельзя никуда выкладывать. Мама, как тебе день рождения в Дубае? Очень хорошо. Я тебе год туда захочу. А это работает только на юбилей. А у меня тоже 20 лет юбилей. Ну это вообще. Мне очень нравится Марина. К нам сейчас привязался человек, который ведет эту экскурсию. И такой, зачем вы живете в Шарджи? Нужно жить здесь. Я такая, да, если бы. И тут вообще какой-то LA. Это бар Бла-Бла. Сегодня здесь выступает One Republic. Будем покушать. Потому что там вход с 2021 года. Мы ищем где покушать на Марине. Пока что ничего не можем найти. Таких. Зато... Блин, картинка стала реальностью. Я вообще в шоке просто. 33 зеркала. Смотрите, кроссовки запакованы в отдельную салфанку каждая. Мы покушали KFC. Потому что мы не поняли вообще ничего здесь. Что... Сколько здесь... Что стоит. Какая здесь еда. Мы видим знакомое место от KFC и идем туда. Я не понимаю, это он ли Паплик там выступает или нет. С обратными словами ехали на автобусе. Дорога. В этот раз заняла очень большое количество времени. Практически час на метро. Что? А-а-а! И тоже час на автобусе. Два часа добираться нам до Марины. И примерно полтора часа до Пучка-лифы. Вот для нашего отеля. Много времени тратим на дорогу. И денег, кстати. Много времени тратим на дорогу. Ну что делать? Это наш второй день на пляже. Вот. Это пляж вот этого отеля. Но почему-то он заброшенный. Я не знаю почему. Тут пустой бассейн. Пустой весь вот этот домик. Вот так выглядит наш пляж. Мы идем по вот такой вот тропинке. Больше всего что непривычно в Дубае это деревья. Их попросту нет. И вот такие вот только высажены. Искусственно вообще как они живут. Горизонта вообще почти не видно. Здесь рыбы прямо напереку плавают. О боже это скат. О какой-то да, он странненький. Мы взяли донатсы. Один донатс. Один донатс стоит 7 дирхам. Сейчас будем пробовать. Мороженое за 400 рублей. Симпатично. Сегодня мы снова едем в Пурш-Харе. Мы уже хотим сегодня прям подойти к ней близко. И посмотреть на фонтаны. Фотографироваться. Вот. Сегодня мы поехали на трансфер от отеля. Забрали на 14.30. Обратно в 9. Несколько минут назад я говорю, что я ориентируюсь на метро. Сейчас я чуть не увезла нас в другую сторону. Вот на скобе здесь все один день. Ты вышел из метро, тебе не нужно выходить в пульс, чтобы попасть в прошколейки. Ты просто идешь по такому коридорчику и не идешь даже. Ты просто можешь встать и ехать. Вот с такими видами я в восторге. Дорога, а под ней дорога. Что? Теперь мы боимся забыть здесь. Что-то вообще ничего не понятно. Очень много всего. Но вообще красиво. Что? Дубай молодец, Ройш. У меня уже нервы не выдерживают. Я не понимаю, куда идти. Везде в интернете написано. Смотрите по указателям на Дубай Моле. Где мы стали их? Их нет. Либо я слепая. Я не знаю. Короче. Мы просто решили пройти через парковку. Мы через парковку вернулись на Дубай Мол. Это совершилось, друзья. Я нашла выход позже. Русские туристы. Смотрите на фонтаны только с едой. Сейчас через 10 минут начнется. Стреломей. Просто количество народу. Окей. Челлендж найти выход из Дубай Мол от Бурж Халифа пройден. А сейчас челлендж найти здесь аквариум. Привет. Сегодня мы приехали на другой пляж. Именно общественный, городской. И тут вообще никого нет. И холодно. Пространство здесь просто огромное. Я в полотенце, потому что холодно очень. Ветер еще жесткий дует. Кирилл сказал, вода ледяная. Сейчас будем пробовать каприса. Сегодня мы первый день не едем в Дубай. Мы гуляем по нашему городу. По Шарджи. Вот. Еще здесь не гуляли. Хоть уже третий день. Четвертый. Сегодня утром мы ездили на другой пляж. Он такой, ну, общественный. Очень большой. Мне не очень понравилось, потому что ветер, но холодно. Вот такая у нас здесь красота. Большой оазис с пальмами. Я смотрела Орел и решку. И там говорили, что каждая пальма стоит пять тысяч долларов. А тут их очень много. Деньги. Мама уже хочет пальму забрать домой. С таким видом сижу на лавочке. Кажется, что лодка немного завалилась. Но точно помощь нужна? Что за слон? Мы гуляем по Шар. Тоже очень красиво. Это не Дубай. Но тут очень красиво. Тут как будто даже больше уютно. Слабонервно мне смотреть. Офигеть. Здесь какое-то пространство такое для отдыха. Покушать. Очень красиво. С таким видом все. Нормально. Да? Пробуем какой-то. Карибио. Кофе. 600 рублей. У меня стаканчик вышел. Ой. Не видно виски. Вот так. Попробуй. Кофе за 600 рублей. Это даже не кофе, кстати. А какао. Невкусно. Мое любимое блюдо. И фидер хам. Мы погуляли по нашему райончику. Какая тут красота. Сейчас идем кушать. Попили кофе. Точнее вообще. Я хотела Starbucks. В итоге по Яндекс-картам показывала, что он вот примерно где-то вот возле этого. Возле этой мечети. Нет ничего. Пустырь. Я зашла в какую-то кофейню. Их, которая дубайская. Я не знаю, какая она. Было не очень вкусно. Это оказалось какао, а не кофе. Сегодня у нас паста и пицца. Вышла на тысячу дверь. Мы пришли в супермаркет. И вот это вот. Вот это все. Стоит 100 рублей. 4 дирхама. И то там на витрине стояла очень плохая клубника. Но ко мне подошел мужчинка и достал мне свеженькую. Я в шоке. В Дубае ушел дождь. Мы не поехали на пляж. Это большая легкость. Мы приехали на пляж. Здесь перекрыты все дороги. Потому что проходит какое-то соревнование велосипедистов. Я забыла, как это называется. Вот так. На пляже очень холодно. Очень ветрено. Такие вот волны. Небольшие, конечно. Но обычно здесь море очень тихое. Кого здесь только не увидим. Кто это? Мы их не понимаем. Сегодня утром шел дождь. Все были в шоке. И в отеле персонал говорил, что автобус не пойдет на пляж. Потому что на дороге вода. И все русские, которые отдыхают с нами, такие. На дороге вода. У нас километровые сугробы. Нам плевать. Сейчас мы идем на автовокзал. И с него мы поедем на автобусе до пирса. До причала. Что-то такое. И поедем на кораблике. Это как бы общественный транспорт. Но мы хотим просто посмотреть на Эмират из воды. Очень плохо тут все с пешеходниками. Вот мы сейчас идем. Вон там вот все дороги перебежали. Штук десять, наверное. И идем. Такая красота. Это что-то типа рыночка. Вот у нас все рынки. Вот так выглядели. Бомба. Живем мы вон там. Итак, мы шли десять минут вдоль этого торгового центра. И тут все, каждый магазин только ювелирка. Все одинаковые. Я вообще не понимаю, зачем она. Вот думаю, еще такую подвесочку прикупить. Ну треш, ну реально, ну зачем это все. Удивительная вещь. Мы положили на карты поездные деньги. Очень много денег. В итоге только кэш. Но мы сейчас купили билеты на кораблик. Вот, на автобусе был только кэш. И мы не знаем, куда девать остальные деньги. А там около тысячи рублей. Еще мы очень рано приехали. Сейчас пойдем в океанариум. Какая хорошая ополочка. Это что за волоска? Вот это, я думала, берешься на ней. Я думала, это камень. Да, это не камень. Мы зашли в какой-то такой забудочек. И здесь прям со звуком это как будто... Почему рыба в нее? Нет. Рыба залезла в мотоцикл. Как это не? О боже! А это что? Белая ворона. Да, мы тут уже в океанариум игры играем. Вот такой вот пазм собрала. Так, с Кириллом играем в Memo. Надо вот так открывать и запоминать. Кирилл выиграл меня в 5-3. Очень прикольно придуманные аквариумы с корнями деревьев внутри. Тут аквариум и можно трогать. Я хочу тронуть. Мне страшно. Вдруг она напугается? Ну такая, немножечко мягкая, но твердая все равно. Сейчас мы поедем на вот такой вот преседке. Точнее поплывем. Белая сел 15 верхам в одну сторону на одном. Вообще отлично. Просто вспоминаю, как мы катались на Алтае на корабле, которому было 60 лет. И вот это. Ну правда, как сомневаюсь. Это все машины на кораблях стоят. Вот так выглядит корабль. Очень комфортабельный. Вообще прекрасный. И тут их несколько, у них несколько маршрутов. Мне очень понравилось. Вот сейчас мы в 4 часа поехали сюда, а в 8 поедем назад. Вот, кстати, райончик такой интересный. Он маленький. Типа для Дубая. Очень непривычно. Очень красиво. Еще мы сами не поняли, что произошло. Потому что мы приехали, обратный корабль у нас должен был быть в 8. Там огромная очередь в кассу. То есть мы приехали, должны были здесь купить билеты. Я подхожу. Он говорит, на 15 дирхам на карте есть. Я говорю, да. На шарджа на 8 часов. Он говорит, на 8 нет. Типа он отменен сегодня. Единственное на 5. А на 5? Через 2 минуты. Я не понимаю, что произошло. И сейчас вот побежали на карты. На 5. И мы не купили билеты. Они у нас приз билеты пропустили. Вот с этими картами. Вот когда у меня есть 15. И я не знаю, что происходит. Мы вообще в бизнес-классе сидим. Едем в бизнес-классе бесплатно. Мы проехали бесплатно. Я вообще ничего не поняла. Барш-ханифа. Кружка с абудами. Ой. С арабскими эмиратами. Вот такой вот красивый цвет. Я купила. Хотелось бы собирать со всех стран. Сейчас будем пробовать арабскую шоу-бу. Такую вот мужчинка готовит. Кирилл сел следить за процессом готовки. Все контролировать. Почитается, она нормальных размерчиков. Небольшая, но для ветер там отлично. Кстати, очень неплохо. С вами мать. Идем домой через парк. Это искусственный остров, на котором расположен парк и аквапарк. Красота. Последний раз сходили на пляж. Очень холодно. Сегодня я вообще не вылазила из-под полотенца и не окупалась. Сегодня едем на трекущую. Этот последний день у нас здесь. Вот охотники за Чинский вагон сейчас за мной. Это потому, что в метро около 10 вагон, а Жанске только один. Я снова стою здесь. Сейчас буду уже здесь. Так как мы вчера прокатились на корабляке бесплатно, у нас на балансе карты производят 35,2. Это около 3, где-то 35,5 рублей. Но они действительно 5 лет, поэтому у нас осталось сделать. И вот здесь тоже прям такой переходик к музею будущего. Вон. Вот там. Вон он. Вот так красиво. Это всего лишь приход. Красота нереальная. Но опять же количество народу. Тут у нас. Мы даже не сошли внутрь. А тут как-то такая прихожка. Он уже был. Мы в фокурсе. Господи, тут все красиво. Попасть туда у нас не получилось, потому что нужно записываться очень заранее. Может, кто-то об этом не подумали. Гляд стоит 150 дирхан. Так, ну, я думаю, это однозначно того стоит. Нет, ну, это просто нереальность какая-то. Я в восторге полнейший. I'm so happy. Сегодня мы взяли вот такие вот наборчики. Тут креветочки с поплотончиками. Вообще много. Все вместе в где-то тысячу рублей. Короче, беру вот эту руку. Все вместе. Примерно тысяча четыре рублей. Она прям теплая. Как ты ешь. Ну, знаете, у меня тоже мне лучше такой завтрак. Сегодня мы в пленях или в Дубай парк. Посетим сегодня два парка. Молшен-Гей и Пелега-Лайн. Вот. Билеты очень дорогие. Ехали мы два часа. Я надеюсь, все это оправдает. Все ожидания. Кстати, парк абсолютно пустой. Я привыкла к тому, что в парках миллиард народу. И тебе вообще нужно стоять в очередях по три часа. А тут пусто. Возможно, это просто еще утро, но все равно. Но нам так и говорили, что зима. Не так много людей зимой. Сейчас ждали в Лего. Здесь все сделано из Лего. Это на Марине. И сколько все детально сделано. Здесь можно самим строить. Вот такой вот у меня дом. Вот такой роддом. Кирилл, вот такой дом. Кирилл. Сейчас мы катались на американских горках. Славенько, славенько. Кирилл орал. Девочки, я плачу. Вот здесь мы сейчас катались. Обычненько. Далее. Продолжаем вместе с тобой. Если следует. Ставлю. 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 Какой-то прикол, что люди сами себя на берегу тянут. Потом спускаются. Играют. Мои маленькие устали. Час прошел. Они уже устали. Нютка козяблю собрала. Оставляем. Вот она, мечта моя. Господи, вот это вот вообще. Это вообще дыло и дыло. Морс Экспресс. Все, мы вышли из Ламилэнда. Ну, а вышли вот за два часа. Это больше для деток маленьких. Где-то для лет шести, пяти. Вот так. Ну, красиво. Очень красиво. Особенно маленький город из Лего вообще. Вот он долгожданный. Сейчас пойдем в Дримворкс. Мы начинаем с Шрека. Потом там еще Мадагаскар. Как приручить дракона. Смотря на эту карету, так хочется сказать. Мы уже приехали. Мы уже приехали. Мы уже приехали. Мадагаскар. 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 Да, пока дойдешь до горки, ты уже умрешь. Очень какие-то лабиринты. Огромные. Мадагаскар. 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 Мы пошли на «Как приручить дракона». Здесь вот ноги. Будем висеть. Сейчас мы в мире смуфиков. Здесь заходишь не за привидениями, а традиционно сейчас будем на американской горке кататься Сейчас будем стрелять по привидениям Я всех побеждаю Сейчас мы в отеле Трансильвании Очень люблю бутик Так хорошо, в парке вообще народу нет и мы проходим везде пол И солнечный, и быстренько, всё, всё На водной горке, телефон Вроде тут сидений не можно В итоге мама намочила, у меня полка мокрая Стрёмно всё-таки, мокро-мокро Удачных вам голодных игр мы идём на вот эти вот горки Самые большие Начинается самый трэш Спасибо, всем спасибо, всем приятно Я уже не стала, но сейчас идут на самую страшную горку по голодным играм Вот эта самая классная горка, страшная, но прикольная Я уже тут уже немного не презентабельна, но мы идём Вау Золотные игры Первый раз мы не попали на золотные игры, вот сейчас идём Сейчас свободимся Я встретила Эмиля и Аля Я только, мне Мерейка, одногруппница вчера скидывает, типа, они тоже там Я такая, чтоб завтра мы уже не едет, поехали Они поехали Реально поехали Я иду набирать воды в крачу Иду и не понимаю, как жизнь превратилась из сессии Мороза-30 В то, что я в прекрасном месте, ещё и встретила блогеров Глазбастер, я вообще, я просто в восторге Я сегодня, у нас сегодня последний день Этот последний день вот прям на сто процентов оправдал себя Это 6 вечера, нам нужно ехать обратно Понравилось абсолютно всё Эти аттракционы, как это всё сделано, как продумано, что для людей так интересно Вообще не хочется уезжать, хочется по второму кругу всё пройти Вот так Я бы там каталась Ещё вот рядом, вон там, Леголенд Это их отель, у меня мечта когда-нибудь в таком отеле, в тематике Лего, пожить Просто количество конфет, которые мы увидим Нормально, я так на 65 килограмм за 8 не поправилась Количество вещей Это трэш И сегодня последний день, сейчас мы выезжаем в аэропорт Сейчас идём за последней покупочкой, мы уже бусили здесь из отеля Очень грустно, очень грустно, вообще не хочется Вот как можно из этого уезжать Вот здесь, в соседнем отеле, у нас находится магазин Чаще всего мы ходили сюда Или уже в Дубае В торговый центр, там тоже есть супермаркет Примерно цены везде одни и те же Потратили последний день, накупили всяко-всящие Фокровый салатик, тупь с малиной, очень вкусно Трансфер в аэропорт с таким вот прицепчиком Вот такая вот у нас телега Насколько просто всё для людей Тут отдельные кранчики, такие стоят много где Но вот именно чтобы воду набирать, я в восторге Всё для людей У нас, хоть умри, водить нельзя Аэропорт достаточно небольшой, но при этом уютный, много мест Вот удобство Хороший туалет, можно набрать воду Вообще не хочется уезжать Вообще-вообще-вообще Может всё-таки не пойти на самолёт Вот уже стоит наш корпус Наверное, это был один из самых лучших курортов То есть я люблю сочетание пляжа морского курорта с большим городом Где можно очень много чего посмотреть со мной без экскурсий Я не любитель экскурсий Хоть я учусь на туризме Но я люблю больше вот сама Всё выискивать Так безопасненько, знаете У нас ещё поезд я пришёл, он уже не пять минут упал Сегодня у нас в поезде У меня арабский чойсик У меня с курицей У меня с курицей Всё пока мы что Самое удобное Разбирающаяся винта И крышка, которая хорошо закрывается Я независима от сладкого Вот это всё Это подарки Стаканчики с кофеем Которые я посещаю первый раз Или какой-то другой дизайн стакана Я привожу домой с разных стран С разных народов Это у меня такая традиция Я собираю Вот вместо магнитиков Всего такого Такие стаканчики Ну и, конечно же Моя любовь Вот это тоже киндер Боже Это бомба Вот, да Здесь интерфан Такая пачка Тут пять штучек Так хочется какую-нибудь конфетку Твою чайную пучечку Заскучилась Заскучилась